Привет, друзья! Вопрос, как загнать крепеж в бетон? Можно долго и утомительно высверливать отверстия под дюпели, потом забивать их туда, а затем завинчивать саморезы. Звучит весело, не правда ли? Но жизнь можно упростить, ведь человечество уже давно придумало монтажные пистолеты. Об одной такой модели от компании The Vault мы поговорим в сегодняшнем видео. Вы на канале Геон, меня зовут Алексей, давайте начинать! Итак, аккумуляторный монтажный пистолет по бетону The Vault DCN 890N. Создан он для того, чтобы фиксировать на каменном бетонном или кирпичном основании различные конструкции и крепежные элементы. Металлический профиль, деревянный брусок, клипсы и многое другое. Это инструмент прямого монтажа, то есть в работе с ним не нужно сверлить отверстия и вставлять дюпели. Крепеж в буквальном смысле пристреливается одиночным ударом или очередью. А главное, работает пистолет от аккумулятора, поэтому вам не нужны будут газовые баллоны или необходимость разрешения на ведение огневых работ. Поставляется модель в крепком пластиковом кейсе. Внутри мы найдем сам инструмент и инструкцию. В комплекте в нашем случае не входит аккумулятор и зарядное устройство. Это не так плохо, потому что все можно докупить отдельно или не докупать, если у вас уже есть аккумуляторная техника от DeWalt. Внутри на крышке кейса есть вся необходимая информация по комплектующим и расходникам. Инструмент работает от фирменных аккумуляторов DeWalt серии XR и есть возможность устанавливать любые совместимые аксессуары. Оптимальным для долгой работы без перегрева будет аккумулятор на 5 Ач, но можно использовать и FlexVolt на 9 Ач. Он немного тяжелее, зато отлично уравновешивает общую конструкцию. Нельзя сказать, что это легкий инструмент. Он весит около 5 кг. Для кого-то это может быть минус, но работа идет обычно быстро и держать его придется недолго. Даже при сложном верхнем монтаже стрелять пистолетом легче, чем надолго засверливаться с перфоратором в поднятых руках. При этом не придется глотать пыль и требовать ассистента с пылесосом, путаясь в проводах. Кроме того, конструкция пистолета хорошо сбалансирована, а прорезиненные вставки на рукоятке помогают крепче его удержать. Пистолет работает с гвоздями длиной от 13 до 57 мм. Магодин вмещает в себя 30 гвоздей. Чтобы заправить пистолет, отводим до конца ползунок и вставляем оснастку. Загрузка выполняется снизу через специальное гнездо подачи. Обоима пистолета косая под углом 15 градусов. Соответственно и гвозди в кассете тоже крепятся под углом. Работать можно в двух режимах. Единичными выстрелами и серией. В первом случае порядок действий такой. Прижали носик пистолета к поверхности, нажали на кнопку пуска, произошел выстрел. Мотор сразу выключается, даже если удерживать кнопку включения. Чтобы выстрелить снова, нужно все повторить сначала. В режиме серии производится несколько выстрелов подряд. Главное не забывать поставить нужную клавишу на две стрелочки. Тут порядок действий другой. Нажимаем и фиксируем кнопку включения, а выстрел происходит после каждого нажатия на носик. Это удобно, когда деталь зафиксирована и нужно быстро закрепить ее гвоздями. Силу удара тоже можно выбрать. Здесь предусмотрены три ступени мощности. Все зависит от того, какой материал мы пробиваем, какой крепеж используем, какие гвозди. Например, для забивания гвоздей в дерево высокой мощности не требуется. Но для крепления металлических уголков к бетону длинными гвоздями необходима максимальная ударная сила. В любом случае нужно сначала попробовать сделать пристрелку и отрегулировать силу удара с помощью переключателя на рукоятке. В случае критической ситуации, например, гвоздь зашел не до конца и заклинило баек, будет мигать индикатор. Чтобы решить проблему, нужно повернуть рычаг и снять магазин. Затем отвести баек назад и поставить магазин на место. Также извлекается заклинивший гвоздь. Кстати, индикатор может информировать о разном. Если он мигает только с правой стороны, значит что-то заклинило. Если только с левой, садится аккумулятор. Мигание с обеих сторон может означать перегрев инструмента. Вообще, этот пистолет имеет умную систему защиты. Например, если магазин пустой, при нажатии на носик выстрела не произойдет. А если оснастка есть, но вы просто нажали на кнопку пуска, пистолет тоже не выстрелит. Он работает только при соблюдении полного порядка действий в выбранном режиме работы. Кроме того, здесь имеется клавиша блокировки пуска. Стоит добавить, что носик пистолета элемент заменяемый. Они могут быть разного диаметра. Есть носики с магнитом, которые помогают удерживать металлический крепеж. А меняются они довольно легко путем нажатия специальной клавиши. Что ж, пришло время подводить итоги. DeWalt DCN 890N – это отличная замена не только перфоратору. Аккумуляторная модель во многих случаях станет хорошей альтернативой газовому, пневматическому или пороховому инструменту. Главное – верно оценить материал и подобрать нужную оснастку. Пригодится этот пистолет прежде всего профессиональным строителям, которым по долгу службы приходится выполнять огромный объем монтажных работ за смену. Однако, если вы живете в загородном доме, время от времени что-то строите или ремонтируете, можете приобрести такой инструмент и в домашнее хозяйство. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео вам понравилось. И напишите в комментариях, понравилась ли вам эта модель. Увидимся в новых выпусках на нашем канале.